В начале 80-х годов я впервые попал в МХАТ имени Горького. У меня было бешеное сердцебиение, потому что мне казалось, я вхожу в храм. Увидел совершенно мёртвый театр, мёртвых актёров, и понял, что это, наверное, легенда больше. Вы, когда были маленьким, вы бредили, я знаю, МХАТом. Тогда это был живой театр? Думаю, что да. А какой МХАТ? Вы Ефремовский МХАТ? Да, да. Ну, это я так просто спросил. Думаю, что да. Думаю, что да. Потому что мёртвый театр никогда бы не остался у меня в памяти. Я, будучи маленьким мальчиком, мне было 6 лет. Видимо, это было до войны точно. Значит, ну, будем считать, 20 или 21 июня 1941 года я смотрел спектакль Московского художественного театра «Синяя птица», поставленный Константином Сергеевичем Станиславским. Я до сих пор помню всё от а до я и могу даже вам нарисовать декорации. Хотя я больше этого спектакля не видел. Это было потрясение, да? Ну, я был мальчишка, я не знал, что такое потрясение. Я просто был... Ну, например, когда мы пришли домой, в нашу коммунальную квартиру, где были очень милые соседи и так далее, я вдруг понял, что кошка, кот наш, Барсик, это не просто вот кот, а у него ещё душа есть. Что-то там таинственное. Что огонь в печке, в плите на кухне, это не просто огонь. Он противоборствует с водой, и у них союз воды и огня не разрывен, но в то же время они ненавидят друг друга. Понимаете, Станиславский показал всю сложность, а поэтизированную сложность жизни. Наверное, это было живо. Вы в тот вечер захотели быть актёром? Нет, мне было 6 лет. Какой там? Нет, 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 нет. А потом, я, видимо, смотрел, бывал и в других детских театрах, и на утренниках, наверное, меня водили. Но я ничего не помню. Ничего не помню. Помню, что я был в детском театре на каком-то спектакле по пьесе Маршака, видимо. И после спектакля автор вышел на сцену и сказал, ну, дети, идите ко мне, будем фотографироваться. И меня мама всё гнала к нему, а я не шёл. Вот это я помню. Самого спектакля я не помню. А это я помню до сих пор. До сих пор. И вот недавно у нас был юбилей студии Московского художественного театра. Школы-студии. Школы-студии, которые я окончил. Ну, и были там все наши, и ранних, и поздних выпусков. И все, конечно, приоделись, бабочки, галстуки, рубашку. Вот как я приблизительно сейчас перед вами переоделся. Пришёл Миша Михаил Михайлович Казаков. Мы с ним на одном курсе. Мы же вместе учились на курсе. Да, на одном курсе. А он подчёркивал своё небрежение в таком вязаном свитере грубом, небритой, с трубкой. Вообще, я говорю, да ну вся эта ерунда вообще-то. Сын писателя, богема. Да, ну что это такое вообще, ерунда вся эта. Ну, ерунда, ерунда. А мы с ним рядом сидели, а там о сцене было очень хорошо сделано. И кинофильм такой маленький шёл у них. И стали мелькать фотографии наших педагогов. И артистов МХАТа, и по общеобразовательным предметам, и так далее. Под марш из синей птицы. И когда марш звучал, в темноте Миша наклоняется ко мне и говорит, старик, я плачу. Вот что такое Константин Сергеевич Станиславский. Субтитры сделал DimaTorzok.